Творцы в облаке приветствую. Меркула Успехи на экране. Вот сейчас такая тема затронулась. В общем, я в душе сыроед, а являюсь веганом. То есть я ем вареную пищу, где-то 50 на 50 процентов сырой. То есть я стараюсь салатик и что-то вареное и без всякого мяса. И редко-редко там какой-то ворожок проскочит, потому что их нету нормальных. И зачем мне есть продукты происходящих от коровы, ведь я не коровий ребенок. То есть животного происхождения я на минимум вообще свожу все. И свожу на минимум все булки, все тем более кексы, которые напичканы разрыхлительными и прочими. Но ролик о переходе. А о том, что многие задумываются о смене. Что вот надо поменять. Что я ем. В магазинах продают одну химию. И ориентироваться только на цену. Это глупость. Это глупое мышление, которое присущно многим. Поэтому, ребята, конечно, верить тому, что пишут на этикетках, это тоже такое вроде как опрометчивое занятие. Но все-таки вроде как авизуют и пишут о том, что там всякие страшные концентраты. В общем, речь-то о чем? О том, что когда меняешь питание, важно этого не просто хотеть, а понимать, какие изменения в жизни у тебя будут. То есть и следовать своим действиям. Просто хотеть и делать разные вещи. И если ты голодаешь, а голод помогает, голод прочищает тебя, если ты чистишься, а потом ты старым мышлением продолжаешь по-новому есть. Понимаешь? То есть если ты проделал процедуру очищения, то тебе надо после этого сменить питание. То есть начать мыслить по-новому. То есть это похоже на курильщика, который хочет бросить, но он только хочет. Он попадает в здоровое общество и он воздерживается от сигарет какое-то время. То есть он общается с хорошими ребятами. Ну, как только он попадает в старую свою компанию, встретил он там Федьку сколько, и те с сигаретками, и какая-то там, я не знаю, новая марка, и на попробуй. Ну, в общем, обстоятельства объяснят ему. И у него включится старая модель поведения, старая субличность. Понимаете? Поэтому хорошие привычки важно воспитывать, и осознанное внимание важно всегда, постоянно иметь в каждом моменте выбора. И понимать, что это в тебе срабатывает. Это срабатывает старая причинно-следственная связь, которая говорит, ага, сейчас я покурю, и мне будет хорошо, например. Но хорошо тебе не будет. Или также с едой. То есть когда-то у тебя жила, например, трупоядная бактерия, которая питалась мясом, и ты сейчас вспоминаешь о тех ощущениях, которые у тебя были, когда она насыщалась. То есть она тебе там выделяла какие-то ферменты, и ты, ну, в общем, поощрялся. То есть когда ты хотел есть, это она тебя вот покусывала, да, там внутри. А наш организм вообще, у нас больше микрофлоры, чем клеток в организме населяет. То есть мы больше, чем на 50% состоим из своего заселения. Представляете? Ну, это как бы нарушенный факт. Вот можете проверить, погуглить, напишите в комментариях, так ли это. И вообще всю информацию важно проверять. То есть все, что вам говорят кто-то другой, тем более с таким вот, как я сейчас сказал этим, что ученые доказали. Важно проверять, кто эти ученые, это кто теоретики, то есть были ли опыты, в каких условиях были опыты. И по поводу опытов. Крот, если вылезет зимой, то будет, ну, зима, снег, как вылазить, то есть непригодные условия для жизни. Но через полгода наступит лето, и если он будет пользоваться тем опытом, который у него был полгода назад, то он скажет, а зачем мне на улицу выезжать, вылезать, там зима, там невозможно жить, а там уже лето. Поэтому, ребята, меняйте себя, вот, и что, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, на какую тему вам рассказать. Вот, ну и желаю вам осознанности, пробудитесь, а в тишине, в тишине вы услышите свою сущность. Именно тот, кем вы пришли в это воплощение. Быть добрым, мертвых успехов. Пока.